Всем большой привет! Завтракаю я сегодня творогом обезжиренным. Купила обезжиренный творог, но 9% потом тоже доем. Присыпала его чайной ложкой сахара. Также у меня здесь отруби пшеничные, половина стаканчика сейчас уйдет. И на скафе растворимый кофе с заменителем сахара. Всем приятного аппетита! Девчонки, хочу сказать, что обезжиренный творог, он кислый. И то, что я присыпала чайной ложкой сахара его, мне это совсем не помогло. Вот, что я хочу сказать. Хочу я посмотреть по таблице калорийности, насколько выгоднее покупать, например, обезжиренный творог, присыпать его двумя чайными ложками сахара, вот в калориях, да. Или же все-таки покупать 9% творог, потому что он не кислый. И сахар в него не добавлять. И кушать, в общем-то, без сахара. Но, по крайней мере, у вас приятный завтрак. Сегодня вот я ем, у меня завтрак не очень вкусный. Кислый творог. Все равно. Не стала я вторую чайную ложку сахара сюда добавлять. Думаю, ладно, уж съем как и есть. Но по калориям все равно потом посмотрю. Вот отруби у меня остается вот такой полстаканчика. Потом я их уже использую в обед. Кстати, знаете, вот по поводу кислоты творога. Это не зависит от производителя. Я как-то сидела больше полугода назад на творожной диете. Был у меня там обезжиренный творог. Но, вы знаете, я, конечно, просыпала его сахар. Я все равно похудела за неделю. Там 3 килограмма скинула. Но добавляла в творог обезжиренный 2 чайные ложки сахара. Мне было, в общем-то, не кисло. Но производителей я покупала разных обезжиренный творог. И, ну, как-то не знаю. То есть, не зависит. То есть, это не говорит о том, что вот он, например, мне кислый попался и производительно косячил. То есть, весь обезжиренный творог, он кисловатый. У нас сегодня с самого утра, ну, с 11 часов, по крайней мере, плюс 25. Жарища на улице. Я сегодня в таком сарафанчике. Этот сарафанчик у меня со времен, когда я весила, ну, короче, влезала в 48 размер. Вот. Ну, в принципе, я считаю, что я в него вписалась очень даже неплохо. Вот. Он такой чуть ниже колен, с завязками внизу. Зеркало в подъезде, которое у нас есть. И попробую там вам показать, как он выглядит в длину. Так. Что с кожей происходит при похудении? Ну, вот смотрите на мою руку, да. То есть, видно, как бы, растяжки на коже. Лучше, конечно, носить рукав по локоть, чтобы это не было видно. Ну, или нужно заниматься спортом, тягать там всякие гантели и тому подобное. Но мне спорт противопоказан. У меня была травма позвоночника очень серьезная. И спортом не... Ну, по идее, мне нельзя тяжести вообще никакие носить. Больше килограмма. Ой, хоть за продуктами я когда хожу, я таскаю гораздо больше. Вот. Тяжести никакими нельзя поднимать. И сгибаться мне туда-сюда нельзя. Вот. И, соответственно, я не катаюсь на роликах, на самокатах, на коньках. На этом все мне не катаюсь. Потому что, если какая-то произойдет серьезная травма, то я окажусь уже в кресле. Ходить я уже не смогу. У меня серьезные проблемы с позвоночником. Вот такие дела. Поэтому, в общем-то, бережем себя, чтобы детей вырастить. Вот. Ну, как бы, надо спортом заниматься. Не знаю, уйдет ли оно само вот это вот. Мне кажется, нет. Нужно какие-то гантели поднимать. Вот так вот качать, скорее всего. Ну, не знаю, может быть, две гантельки по полкило. Вот так вот мне качать. Чтобы у меня тут, как бы, кожа не висела. Но я над этим подумаю. Буду над этим работать. Ну, не знаю. Может, попозже. У нас так жарко, так классно. Тимон сегодня плеер с собой взял. Мы вышли на улицу. У нас, слушайте, такая жара. Действительно, плюс 25. Мне кажется, на солнце вообще плюс 28. Так классно. Наконец-то пришло лето. Сегодня забрали с почты вот такой брелок с Китая. Он у нас шел два месяца, потом потерялся. Я уже оформила, открыла спор на возврат. И вот он у нас нашелся. Сегодня положили записку в почту, что заберите срочно, а то отправим обратно в Китай. Хотя трек-номер не отслеживался. Ну, и мне никто из почты не звонил. И извещения не приносили. Такой он классный, пушистый. Птички поют. Это, кстати, у нас не лес. В городе перед храмом такая площадка. Лесозона. Жалко, что здесь нет такого лавочка. Я думаю, что людям было бы здорово в Тиньке. Где-нибудь присесть, отдохнуть. Но нету лавочек. Не вдоль тротуара здесь. Как-то поставили пару лавочек, но их, походу, кто-то стырил. Мы сегодня так классно гуляем. Очень жарко на улице. Где-то, наверное, градусов 30. Ой, слушай, девчонки, буду я, конечно, задумываться над того, что сделать, что делать с кожей обвисающей. Ну, конечно, надо, наверное, руки качать, эти гантели. У нас есть гантели такие легкие для детей и детских. Не знаю, поскольку, не по килограмму. Не знаю, поскольку. Здесь у нас вход в Ивановский парк. Ну, вот там у нас вся детская площадка замотана лентами и железяками. Видите, закрыто. Вон, смотрите, весь так замотали, закрыли. Ну, то, что если бы они железяки эти не поставили, то люди бы все это открыли и играли там дети, в общем. А, вот здесь видите, как здесь все-таки влезли люди. Тоже вот площадка замотана и заставлена железками. А там тоже горка была закрыта. Но, походу, люди ее открыли. На обед у меня рыбный суп 350 миллилитров, ржаной кусочек хлеба подсушенный в тостере 35 грамм и отруби пшеничные, половина стаканчика. Всем приятного аппетита. Купили, короче, девчонки перец. Мы написано было острый, такой зеленый и красный. А он оказался вот этот зеленый и сладкий. Так что я ем сейчас в прикуску с рыбным супом. Следующий прием пищи у меня это тушеная капуста с морковью без масла. Масла не добавляла. Перчик, который должен был быть очень острым и жгучим, оказался сладким. Хотя на упаковке было написано, что он жгучий, потому что он был вот два зеленых в упаковке продавались и два красных вместе. Но красный оказался жгучим, а зеленый нет. Вот, значит, такой перчик на 30 грамм. Хлеб 35 грамм, ржаной, подсушенный в тостере. И чай с лимоном без заменителя сахара. Ужинаю я сегодня свежими помидорами 100 грамм. 120 грамм домашние котлеты свиные. И фруктовый чай с яблоком и малиной. Кертис. Всем приятного аппетита. Открываю таблицу калорийности. Покажу, что получилось у меня сегодня по калориям. Смотрите, сейчас деятельность активную я уберу, чтобы было чисто понятно, если без активной деятельности. Что при мне останется? Какие калории при мне останутся? 90-73 калории я сегодня набрала. И вы знаете, можно было еще 200 калорий набрать чем-то, что-то еще пожевать, но я не хочу. То есть я настолько как бы наелась за целый день, и я не была вообще голодной. Вот, что вот сегодняшний рацион прям достаточно для меня. И ничего как бы не хочется. Не тянет ни на сладкое там, ни на что не тянет. Вот обычная еда как бы... С утра, правда, я сегодня встала, и вместо творога мне хотелось съесть что-нибудь такого калорийного. Потом, знаете, мысли были, почему-то на полдник съесть какой-нибудь сникерс купить. Заходили мы в магазин за овощами. Но дошла до дома, и у меня как-то по-другому повернулось все в голове. И благополучно все закончилось. В общем, менее калорийно все закончилось. Значит, по белкам 94%, по жирам хорошо сегодня вписалось. Прям не превысило. Какая прелесть. Углеводы, клетчатка. 2 литра питьевой режим. Ну, в общем, вот как-то так. Сейчас я обратно эту деятельность добавлю, чтобы потом не забыть про нее. Так. Все успешно добавилось. А так, открываем завтрак. Значит, обезжиренный творог. Вот эта пачка 180 грамм на 180 калорий. Но творог очень кислый, конечно. Но единственное, что, знаете, я там посмотрела как бы по калориям, как получается для диеты, скорее всего, полезнее пока что покупать обезжиренный творог, хоть он и кислый. Так. Кофе без сахара. Знаете, что я забыла сюда добавить? Сахар, чайную ложку. Сахар. Так, сахар. Такую большую тарелку супа рыбного. Хлеб ржаной кусочек на 78 калорий. Отруби пшеничные 29 калорий. 12 грамм с половиной. Перец сладкий, который должен был быть жгучим. Представляете, купишь... Вообще, очень дорогие. Вот смотрите, сегодня покупали помидоры. Помидоры у нас стоят полкило 179 рублей. Вот представьте себе, перец сладкий. Блин, не помню, сколько он стоит, но тоже он такой же ценник. То есть он дорогой. Вот этот узенький стручковый, острый который, жгучий. Оказался, он два... Вот эти красные, которые там были, жгучие, зеленый. Какой-то непонятный. Вот. Так, дальше. Хлеб диетический. 7,35 грамм, 78 калорий. Тушеная капуста с морковью тоже вот низкокалорийно очень. Слушайте, натушила себе целую кастрюльку. Но у меня тушеную капусту, например, дети не едят. То есть в основном буду есть ее я одна. Тушеную капусту с морковью. Они у меня еще солянку вот едят. Но можно им, конечно, солянку, сосиски, может быть, отдельно перемешать с этой капустой. И чтобы тоже покормить. Так, ну я подумаю. Так, вот перец сладкий, значит, чай с лимоном. Дальше ужин. Помидор 100 грамм. 98 грамм там было. Округлила я. Котлета свиная. Вот три котлетки на 124 грамма. 296 калорий. Из-за того, что они свиные. Были бы куриные, были бы меньше калорий. И фруктовый чай. Вот такое у меня сегодня меню. Всем большое спасибо за внимание. Отличного вам всем похудения. Вкусного меню. Знаете, отличной вам погоды. Такой солнечный, хороший, приятный. Увидимся с вами в новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok